Никто к этому не был готов, к застройке этого дома. Это для нас как удар молнии получился для всего района. Местные жители еще не успели привыкнуть к начавшейся стройке на улице Ползунова, а тут, оказывается, котлован под дом появился в зоне благоустройства. Люди считают эту стройку незаконной. У нашего застройщика, который производит строительство многоэтажного дома, есть несколько проектно-сметных документаций. Оказывается, здесь дом может быть и одноподъездным, и двухподъездным, и трехподъездным. И располагаться неизвестно каким образом. На самом деле застройщик компания «Империястрой» действительно планировала увеличить количество подъездов с двух до трех. Наверное, это будет более целесообразно, потому что территория этого участка, она позволяет действительно построить чуть больше дома. Это всего лишь на один подъезд. Но мы понимаем, что жители города Ярославля, они нуждаются в благоустроенном и качественном жилье. И создать еще возможность на целый подъезд заселить туда несколько десятков семей, тем самым улучшить их условия жизни, я думаю, что это вполне правильная цель. И, в общем-то, мы делаем, если не благородное, но, во всяком случае, хорошее дело. Всего лишь один подъезд, и дом займет 75% участка. И это максимум разрешенной застройки. Комиссия по изменениям правил землепользования уже отказала «Империистрой» в увеличении числа подъездов. Тем не менее, грунт многотонными самосвалами вывозят уже сегодня. Причем именно оттуда, где по действующим документам планируется благоустройство, а не дом. Мы настроены, конечно, бороться с тем, чтобы нам сделали зону малоэтажного строительства. И будем, наверное, бороться до конца. Застройщик, в свою очередь, подтверждает, что подъездов согласовано только два. В «Империистрой» говорят, что работы идут там, где получено разрешение на стройку. Началось, конечно. У нас все разрешительные документы есть, почему нам не вести строительство. Там, где строится, там как раз должна была быть зона благоустройства. Или это не так? Нет, нет. Зона благоустройства, она ближе к пятому дому. Местные жители уже обратились в прокуратуру и в службу Государственного строительного надзора. Властям и предстоит выяснить, есть ли нарушения. Но стройку эти проверки уже, похоже, не остановят. Екатерина Бубнова, Александр Широкий. День в событиях. Продолжение следует...